Всем привет! Сегодня продолжаем говорить об инвестиционных кейсах и разберем тот же кейс про покупку рудника, который мы разбирали на прошлом видео. Однако в этот раз фокус будет не на обозначении факторов, которые влияют на успех, а на расчете конкретных показателей, которые могут являться критериями успеха для подобных кейсов. Это значит, что мы будем использовать другой тип структуры, большая часть которой будет основана на формуле. Но для начала давайте разберемся, какие типы критериев могут использоваться в инвестиционных кейсах. Глобально это, конечно, финансовый и нефинансовый критерии. Нефинансовый можно также назвать непрямой финансовый, такой как улучшение репутации, социальный эффект и прочее. Однако в нашем видео мы сконцентрируемся на финансовых целях, так как они являются более приоритетными. Их, в свою очередь, можно разделить на инвестиционные и операционные. В инвестиционных рассматривается некое отношение инвестиций и прибыли, а в операционных исключительно текущие показатели, которые мы не сравниваем с инвестициями. Если мы говорим об инвестиционных целях, то можно выделить три самые популярные типа критериев, которые чаще всего используются в кейсах. Это Payback Period – срок окупаемости, Return on Investment – ставка доходности и NPV – чистая приведенная стоимость. В то время как в операционных показателях мы можем смотреть любой операционный показатель бизнеса, такой как прибыль, выручка, доля рынка, количество активных клиентов и любые другие показатели, которые так или иначе будут показывать успешность развития бизнеса. Вернемся к инвестиционным показателям. Давайте посмотрим, как можно считать эти показатели в кейсах. Если мы говорим про Payback Period – срок окупаемости, то упрощенным способом рассчитать его в кейсе будет поделив инвестиции на среднюю годовую прибыль. Собственно, инвестиции и среднегодовая прибыль – это будет основное, что мы будем оценивать в кейсе. Если мы говорим о возврате на инвестиции, среднюю ставку доходности, то здесь нам нужно наоборот среднюю прибыль разделить на инвестиции. Будет измеряться в процентах. NPV имеет сложную формулу. Ее на самом деле сложно использовать в кейсе для расчета, но обязательно стоит ее знать. Формула для NPV – это минус инвестиции плюс сумма дисконтированных денежных потоков. Если в дисконтировании заложена ожидаемая ставка доходности, то NPV должен быть на сколько-то больше нуля. Считается, что если в таком случае NPV больше нуля, проект является успешным. Что касается операционных показателей, то их на самом деле используют реже и чаще для каких-то начинающих проектов, в которых смотрят больше на текущие показатели бизнеса, нежели чем на окупаемость инвестиций. Важной задачей является выяснить у интервьюера в начале кейса, какой критерий успеха мы хотим использовать. Ну а теперь давайте вернемся к решению нашего кейса. Надеюсь, все помнят условия. Наш клиент – это горнодобывающая компания, которая думает, стоит ли им покупать рудник. В том варианте, который мы будем разбирать сегодня, нашим критерием успеха будет срок окупаемости. Он должен быть не более пяти лет. Соответственно, свою структуру мы будем строить для ответа на вопрос, достигнет ли срок окупаемости пяти лет в случае, в этом случае мы не будем покупать рудник, или он будет меньше. Это будет означать, что проект соответствует нашим критериям. Далее стоит задать те же вопросы по бизнес-модели, которые мы задавали в прошлый раз. Что будет являться основным источником выручки? Здесь мы говорим про продажу обогащенной руды. В каком состоянии сейчас находится рудник? Рудник частично разработан, на нем есть инфраструктура, и он готов к работе. Однако необходимо достроить инфраструктуру и разработать другие части рудника. Также я бы узнала, есть ли у нас финансовые и технические ресурсы осуществлять этот проект. В нашем случае здесь все окей, и да, мы можем это делать. Теперь можно сконцентрироваться на структуре. Я вам предлагаю поставить видео на паузу, нарисовать свою структуру и дальше разобрать ее вместе со мной. Как вы видите, в моей структуре два блока. Это финансовый анализ и риски. Первый блок основан на формуле оценки Payback Period, то есть инвестиции делить на профит. Мы обозначили здесь наш критерий. Это соотношение должно быть не больше, чем 5 лет. Дальше разбиваем на составляющие. У нас есть большой блок инвестиций и блок расчета прибыли. В инвестициях я бы обозначила то, что может являться инвестицией в данном проекте. Это непосредственно покупка самого рудника, все регуляторные и юридические затраты, включая лицензию, разработка рудника, а также постройка инфраструктуры, если там ее не хватает. Соответственно, нам нужно получить данные по каждому из этих показателей и потом их сложить. Либо мы получим общие данные по всем инвестициям. Что касается прибыли, то здесь она нравится теми же факторами, которые мы используем всегда. То есть выручка минус затраты. Так как мы уже уточнили, что у нас только одно направление выручки, будем считать только его. Наша выручка равна объему проданной обогащенной руды умножить на среднюю цену. Соответственно, объем дальше зависит от того, какие у нас производственные мощности и какой процент от производства мы сможем продавать. Объем продажи зависит от того, какие у нас производственные мощности и насколько мы сможем их использовать. Соответственно, процент, насколько мы будем их использовать, зависит от спроса и от эффективности использования. Спрос в данном кейсе не является приоритетным, так как это комодити. Поэтому я бы сосредоточилась на оценке капэсити, то есть наших мощностей. И, возможно, стоит оценить какие-то факторы, которые так или иначе могут повлиять на эффективность использования данной капэсити. Далее, с точки зрения капэсити, стоит оценить объем руды, которую мы можем извлекать в определенный период времени, например, в месяц, а также процент содержания в этой руде железа. То, какая у нас будет конверсия, повлияет на объем готового продукта, который мы будем иметь. Что касается затрат, глобально я бы их разделила на производственные затраты и также оверхеды, то есть те затраты, которые не относятся непосредственно к производству. Здесь мы будем использовать такую аббревиатуру, как SGNA. Если кто-то не знает, это расшифровывается как Sales General and Administrative Cost. То есть все наши затраты, которые пойдут, грубо говоря, на ход офис. Это аренда офиса, зарплата административному персоналу, коммерческие расходы и все прочие расходы, которые связаны с содержанием головного офиса, если он у нас будет в данном случае. Что касается производственных затрат, то их стоит разделить на фиксы и переменные. В любом производстве важно понимать это соотношение, так как оно напрямую будет влиять на маржинальность продукта. Дальше стоит обозначить в каждом из блоков те затраты, которые вам кажутся приоритетными в данном направлении. Не обязательно учитывать все затраты, а обозначите 3-4 пункта, которые вам кажутся наиболее важными. В блоке фиксированных затрат я обозначила аренду помещения земли, если она есть, лизинг оборудования, если он у нас есть. Также все, что связано с обслуживанием рудника и оборудования на нем, техобслуживание оборудования, фиксированная зарплата и расходы на лицензию, если они у нас имеются. Дальше в переменных затратах стоит учесть те затраты, которые напрямую меняются от изменения объема производства. Здесь будет переменная часть зарплаты, если она у нас имеется. Также здесь учтем все расходные материалы, а также детали, которые подвергаются замене в зависимости от выработки. Это могут быть буры, ковши экскаваторов и так далее. Кроме того, я бы рассмотрела здесь так называемый ГСМ, это российская аббревиатура, которая обозначает горючие смазочные материалы. Здесь будет топливо и все прочие расходники, которые необходимы для техобслуживания авто. Вот такая общая структура, для анализа которой нам дальше необходимы числовые данные, которые мы можем посчитать. Давайте посмотрим на те данные, которые у нас есть относительно этой структуры. Вы видите раздатку с информацией об объемах добычи, цене и о наших затратах. Давайте подумаем, какую информацию мы можем отсюда извлечь, то есть какой инсайт мы можем сделать. Я вам предлагаю взять минуту, посмотреть на эту раздатку и выписать себе те инсайты, которые вы можете вынести из этого чарта или которые вам стоит рассчитать. Если посмотреть внимательно, то в этом чарте есть все данные для того, чтобы мы могли посчитать срок окупаемости. Однако давайте подумаем, как это сделать максимально эффективно. На первый взгляд мы можем посчитать выручку из первых трех строчек. Однако не торопитесь этого делать, потому что более быстрым способом будет посчитать нашу прибыль через расчет gross margin, то есть вычтем из цены продажи переменный расход на одну тонну. Таким образом, мы получаем 30 долларов, это gross margin с продажи одной тонны обогащенной руды или концентрата. Мы можем применить, мы можем умножить это на объем, который мы получаем. Таким образом, мы получим total gross margin, который равен 270 тысяч долларов. После чего из общей валовой прибыли мы вычитаем наши фиксированные косты, то есть total gross margin минус 100 тысяч в месяц. Мы получаем 170 тысяч в месяц, однако я бы не стала это назвать чистой прибылью, это скорее так называемая EBITDA, что означает earnings before interest, taxes, depreciation, amortization. То есть на русский это наша прибыль до вычета всех налогов, процентных выплат, а также амортизации. Часто в кейсах EBITDA является ключевым показателем и очень редко интервьюеры просят рассчитать чистую прибыль. Поэтому мы тоже будем ориентироваться на EBITDA. Соответственно, мы получили данные в месяц, что мы можем сделать дальше, чтобы рассчитать срок окупаемости. С одной стороны, мы можем разделить наши общие инвестиции, 8 миллионов, на прибыль в месяц. Таким образом, мы получим срок окупаемости в месяцах. Либо мы можем умножить 170 тысяч на 12, получив прибыль в год, и дальше уже разделить на эту сумму наши инвестиции. Здесь вы можете сделать так, как вам кажется легче с точки зрения исключительно математики. Я сделала вторым способом, рассчитала нашу прибыль в год, она получилась 2 миллиона 40 тысяч долларов в год. После чего мы наши инвестиции 8 миллионов делим на эту сумму и получаем что-то чуть меньше, чем 4 года окупаемости. 3,9 года за этот срок окупится наш проект. Если мы вернемся к нашей цели, то у нас была цель, чтобы срок окупаемости был не выше 5 лет, что означает, что мы в него укладываемся. Однако на этом этапе мы не можем сделать вывод, так как мы еще не рассмотрели два очень важных фактора, которые стоило бы здесь учесть. Первый фактор это будет ли какая-то задержка между покупкой рудника и между тем, как мы начнем получать от него прибыль. Соответственно, если у нас есть какая-то задержка на то, чтобы наладить инфраструктуру или сделать новую разработку, либо просто перевести туда рабочий персонал и запустить производство, вот этот срок мы также должны включить в наш срок окупаемости. И, соответственно, чем больше мы тянем с тем, чтобы начать производство, тем больше увеличивается наш срок окупаемости. Это надо учесть. В нашем кейсе таких задержек не будет, но если бы вы рассматривали кейс про создание какого-то продукта, то, скорее всего, у вас там был бы некий гэп между тем, как вы разработали концепцию и тем, как вы запустили продукт в производство. И второй важный блок, который здесь стоит рассмотреть, это риски, которые мы обозначили в нашей самой изначальной структуре. Здесь, как я уже говорила в прошлый раз, есть смысл указать 2-3-4 основных риска, которые вы считаете максимально приоритетными в этом кейсе. И не надо указывать все риски, которые так или иначе могут здесь быть. Пистель или 5 сил портера, или система кейдж, они могут вам лишь помочь с тем, чтобы вы ничего не забыли. Однако, не стоит делать упор на эти фреймворки и использовать их в кейсах полностью. Просто пробегитесь у себя в голове по тем пунктам, которые есть в этих фреймворках и вытащите оттуда несколько, которые вы считаете приоритетными. Что касается нашего кейса, давайте подумаем. Если мы пройдемся по пистелю, то политический риск не очень актуален, скорее актуален здесь регуляторный риск, который я бы обозначила как legal, то есть юридический слэш регуляторный или административный риск. Экономический риск, он актуален исключительно с точки зрения изменения цены, так как мы говорим про товар, цена, на которую устанавливается биржей. Также экономический риск в меньшей степени, но может быть учтен с точки зрения увеличения наших затрат. Поэтому да, экономический риск актуален, но не обязательно писать экономический, а лучше написать те конкретные риски, которые вы здесь видите. Социального риска скорее всего нет, технологически может быть актуален, но в меньшей степени. Экологический риск, в принципе, он есть, если мы рассматриваем с точки зрения экологии. Однако в этом фреймворке, скорее всего, имеется в виду какие-то экологические пошлины, которые нам нужно платить при налаживании того или иного производства. Поэтому я бы это включила как риск закрытия производства, то есть сколько нам обойдется закрытие шахты и сколько денег мы из-за этого потеряем. Ну и, соответственно, последний риск это легал, который в нашем случае будет скорее регуляторным. Вот. Таким образом у нас получаются основные риски это регуляторный. Я немножко поменяю порядок, потому что здесь важен приоритет. То есть первый по приоритетности скорее регуляторный, второй это риск изменения цены продажи, третий это возможно какой-то риск связанный с производством, то есть с изменением стоимости производства либо что-то связанное с технологией производства. Я бы обозначила вот эти три риска как самые главные при покупке рудника. Если при анализе рисков мы понимаем, что у нас нет очень сильных рисков, то есть рисков с сильной вероятностью возникновения или с сильными потерями при возникновении, то скорее всего проект стоит запускать. Когда мы даем рекомендацию, стоит это обговорить. То есть наша рекомендация в данном кейсе будет да, нам стоит запускать проект, потому что он окупится на год и один меньше, чем мы того хотели. То есть окупится за 3-9 лет вместо 5. Однако стоит более подробно рассмотреть риски и понять, нет ли каких-то очень важных рисков, которые могут повлиять на успех этого проекта. На этом в нашем выпуске все. Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями и не забудьте нажать колокольчик. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok